Китай установил национальный рекорд по добыче сланцевого газа. Объем его производства на месторождении Фулин, крупнейшем за пределами Северной Америки, приблизился к отметке в 10 миллиардов кубометров. Всего за три года показатель увеличился в 20 раз. Все это позволяет говорить о начале коммерческой разработки сланцев и постепенной замене газом вредного угля для экологии. Подробности в материале далее. К разработке газового бассейна Фулин на юго-западе страны приступили в 2013 году. Тогда без особых ожиданий, скорее в рамках эксперимента по освоению альтернативных источников энергии. С тех пор некоторые из этих скважин дали 250 миллионов кубометров газа. Этого хватит, чтобы в течение года обеспечивать энергией город с 4-миллионным населением. Фулин – второе крупнейшее месторождение в мире. К концу 2017-го совокупный объем добычи на нем дойдет до 10 миллиардов кубометров. Параллельно Китай разрабатывает и другие сланцевые бассейны. Их большая часть расположена по течению реки Янзы. Мы нашли большие запасы сланцевого газа по всему течению Янзы. Это один из самых важных для экономики страны регионов. Поэтому сейчас мы проводим подготовку к освоению обнаруженных месторождений. Экологически чистый источник энергии пойдет на пользу развитию многих городов и провинций. Сокращение использования угля – одна из главных задач, поставленных китайскими властями на ближайшие годы. Сейчас в энергобалансе страны преобладают традиционные источники энергии. Но к 2020 году доля природного газа должна существенно вырасти. Специалисты полагают, что с учетом последних успехов разработки сланцев все получится. Переход на зеленую энергию – один из национальных приоритетов. Чтобы решить эту задачу, нам нужно перейти на природный газ. Тем более, что наши запасы, включая сланцевые, оказались довольно внушительными. Китай остается главным мировым потребителем и производителем энергии. При этом зависимость от импорта постепенно снижается. В стране обнаружили крупнейшие запасы сланцевого газа. В общей сложности на территории КНР находится около 20% мировых запасов ресурса. В прошлом году Китай вышел на третье место по его добыче после США и Канады. В 2016 объем производства составил 8 миллиардов кубометров. В 2020 его планируют увеличить почти в 4 раза.